Большая часть огромной территории Восточной Сибири и Якутии до сих пор не тронута человеческой цивилизацией и практически безлюдна. Здесь нет никаких дорог. Единственными путями сообщения между редкими населенными пунктами являются многочисленные реки, которыми богат этот край. Для того, чтобы совершить путешествие по этим диким краям и насладиться красотой первозданной природы, мы выбрали реку Чара, которая зарождается в Чарской котловине, затем прорывает северные хребты Запайкалья и уже на территории далекой Якутии впадает в Алёкму, а затем и в Величественную Лену. Протекая по широкой Чарской котловине, Чарская сильно петляет среди заболоченных берегов с песчаными отмелями. Чтобы сэкономить время и бензин, на автомобиле переезжаем в лаврентийский поселок Чапа-Алога, расположенный в нижней части Чарской котловины, и здесь на берегу собираем свой моторный катамаран. На постройку катамарана ушел целый день. Ну вот, катамаран готов, и мы стартуем. Пока Чара протекает по котловине, течение слабое и много плесов. Делаем остановку около озера Рапокалира, на противоположном берегу которого находятся термальные источники с температурой воды до плюс 52 градусов. Главный источник будто кипит. Это выделяется из-под земли газы. Вода в нем слишком горячая, купаться приходится немного в стороне, в грязевых ваннах, где вода слегка охлаждается. Недалеко расположена еще одна ванна с температурой воды около 40 градусов. В ней уже можно плавать, пока не надоест. Чарская котловина заканчивается, и река входит в горы. По берегам появляются валуны, и скорость течения возрастает. Вот и первый порог, под названием Сулумацкий. Порог представляет собой крутую шиверу-горку со сливом с подводной плиты и последующей мощной бочкой, занимающей две трети русла. Ниже расположено еще несколько бочек поменьше и цепочка стоячих валов. На своей моторной борже мы не стали слишком жаться к левому берегу, из-за вероятности забить им тонхами. Поэтому прошли правым баллоном через край главной бочки и через цепочку выходных валов. При этом передний грибцов изрядно вымочило. Не спасли Юру от намокания его резиновые бахилы. Дальше следуют шиверы и протоки, которые все проходят со сходу. Нужно только постоянно лавировать между обливными и полуобливными камнями и выбирать основные протоки. Прошедшие дожди подняли уровень воды, и прохождение шивер стало проще. Кроме достаточно высоких, но пологих валов, никаких сложностей эти препятствия не представляли. Река Чара прорывает от троги хребта Кадар, образовав живописные ущелья. По берегам высатся могучие скалы, каменные осыпи спускаются к самой реке, Чара бурлит и пенится на перекатах и шиверах. Природа здесь богатая. В тайге полно грибов и ягод, которые мы используем для приготовления разнообразных блюд, а в реке ловится хариус, ленок и таймень. Некоторые экземпляры ленка достигают весьма внушительных размеров, а таймень вообще оказался сильнее наших рыбаков. На выходе из ущелья расположен каскад топских порогов. Первая ступень – обычная длинная шивера средней мощности, сбьется сходу по основной струе, в конце шиверы уход под левый берег, так как справа выход скал в русле. Вторая ступень – крутая шиверогорка на правом повороте реки, с режимом на выходе к скалам левого берега. Чистый проход под левым берегом. В центре русла и справа – каша из крутых волок и достаточно мощных бочек и обливных камней. В конце порога уходим вправо от прижима. Постепенно горы становятся все ниже, а река понемногу успокаивается. В нижнем течении чара очень красива. По берегам часто встречаются живописные скалы самых причудливых форм, а шикарные северные закаты никого не могут оставить равнодушным. И вот из-за Байкария мы входим на территорию Якутии. Рыбы в реке становятся все больше. Начинается рыбное изобилие. В устьях притоков на спиннинг ловится щука, ленок и крупный окунь в огромных количествах. Каждый день в меню рыба. Уха, жареная рыба, рыба горячего копчения, соленый хариус, рыба по-польски, то есть запеченная в казане. Неожиданно встречаем охотников якутов. И они дарят нам большой кусок свежей лосятины. На вечер наш шеф-повар Илья делает полные коза великолепного плова по-фергански с лосячиной. Подкормочная рыбно-мясная диета дает результат. Участники похода по Кадару полностью восстанавливают потерянные в горах килограммы. Остальные путешественники тоже поправляются, что совсем не радует женскую часть группы. Пройдя почти 600 километров, наш корабль прибывает первому на нашем пути поселку под названием Токка, в котором живут очень приветливые люди. Здесь мы заливаем в баке 200 литров бензина, который нам привозят прямо к Катамарану. И вот, наконец, наш Катамаран входит в широкую и полноводную Лену. Лена является одной из крупнейших рек России. Векасу доходно, и навстречу нам иногда попадаются баржи и сухогрузы. Во время плавания по Лене можно спокойно поспать, или почитать книгу, или позаниматься английским языком. На обед останавливаемся на отмелях. В качестве дров используем многочисленный топляк. Несмотря на то, что Лена является главной рекой Якутии, плотность населения по берегам реки очень небольшая. Населенные пункты попадаются крайне редко. Помимо красоты дикой природы, Якутия приятно удивила отзывчивостью и бескорыстностью местного населения. Не только природа, но и человеческое общество здесь не испорчено современной цивилизацией. Культ потребления навязанной западной цивилизации еще не коснулся этих отдаленных селений, и люди здесь живут по-настоящему счастливо, в гармонии с природой. И этой особой душевной атмосферой Якутия притягивает к себе. Той душевной атмосферой, которой уже почти не осталось на Кавказе, Алтае, Карелии и других популярных туристических районах, отравленной духом коммерции, стремления людей к острым ощущениям, так называемому экстриму, спортивными амбициями, погоней за модой и статусностью. И вот на берегу Лены начинаются Ленские столбы. Уникальный памятник природы и геологической истории сибирской платформы. Это величественные скалы, которые сплошной стеной на протяжении 50 километров тянутся по правому берегу красавицы Лены. Столбы напоминают средневековые замки, церкви, восточные колонны, древние города. На скалах обнаружены многочисленные наскальные писаницы, выполненные минеральной краской древними жителями этих мест. Высота Ленских столбов определяется глубиной вреза реки Лены при Ленской платформе и составляет около 200 метров. Эти огромные произведения природы поражают своими размерами, внушая чувство восхищения и ощущение собственной миниатюрности. История возникновения этого природного памятника уходит в глубокое прошлое. В кембрийский период здесь, над Муранским барьерным рифом, плескалось сравнительно неглубокое теплое море, до дни которого формировались карбонатные осадки. За это время, вследствие глубинных гимтонических процессов, территория Сибирской платформы поднялась на 200 метров, в результате чего в земной коре возникли глубокие зоны разломов и началось врезание рек, в том числе и Лены, с образованием крутых обрывистых берегов. По берегам появились крупные населенные пункты, а это значит, наше водномодорное путешествие подходит к концу. Проплыв более 1300 километров, наша команда финиширует в поселке Покровском, от которого до Якутска можно доехать на автобусе. Наш поход окончен. Из иллюминатора самолета видны бескрайние просторы Якутии и величественная Лена. До свидания, Якутия! Надеюсь, мы еще увидимся!